всем привет у нас девятый день 9 уже целый девятый день скоро домой в таиланде сегодня у нас день на расслабоне вчера мы приехали с очень долгой и тяжелой экскурсии куда мы ездили камбоджу сегодня мы проведем день в нашем на джам тени сходим покушаем сходим опять в обменник посмотрим какой сегодня курс а также сходим к туи для тех кто с нами впервые здесь появился ссылка на выпуск где мы кушаем у туи покажем что там за ассортимент такой меню очень вкусно очень даже неплохо ну и может быть может быть соездим сам в город если у анастасии будет настроить может быть даже прогуляемся по волкин стрит посмотрим покажем где там мальчики где там девочки где девочкам мальчики и все такое кстати сейчас таиланде продается очень много неплохих квартирных вопросов поэтому если у вас есть денежки можно приобрести себе неплохую квартирку строящимся корпусе можно ее приобретать свою собственность а это значит что вы сможете передавать ее по наследству а в холодные зимние дни сибирские поезжать к себе на дачу джам тен а еще анастасия сегодня у нас впервые попробовала тайский массаж расскажи нам как тебе тайский массаж машина едет но мне понравилось массажировали в течение часа до меня не было и прям от кончиков пальцев в общем до головы мне понравилось но ты такой не выдержал тебе бы больно было это был прям больный массаж но мне да но они же получается там находят твои точки которые боли ну проблемные и массируете ты советуешь тайский массаж конечно попробую это не так дорого стоит 250 бат у нас на пляже ну что ж походим к обменнику давайте посмотрим какой у нас сегодня курс вот такой у нас вкусно сегодня доллар меняют по курсу 36 был 38 67 так как у меня видео будет называться по низкий сезон июль поэтому сможете посмотреть за год это у нас на уровне инфляции почему меняют еще через год ну что мы уже подходим к нашей любимой здесь едальне ты уже выбрала что мы будем кушать нет сейчас посмотрим меню по и хочется чем-нибудь новенького сейчас было пойдем покушаем но савалика а савалика можно выбрать блюдо на свой любимый вкус 100 бат 150 бат вино 100 бат кокосовый суп мы сочи не пробовали тут можно и на русского чего-нибудь человека выбрать например вот есть пельмешки где-то я видел о пельмени 150 бат свинина говядина курица на любой вкус к тем временем анастасия принесли ее блюдо как-то блюдо называется морепродукты слава концов что у нас тут есть я вижу кальмары вижу кальмары но одни кальмары нет здесь лук перец кальмары и перец и вот этот осьминог осьминог ну а я жду свой подтай и попиваю ананасовый смузи тем временем анастасия нашла криви сыщик так мне принесли мой подтай анастасия есть свои сияфу приятного всем аппетита надеюсь что вы тоже кушаете и вам кожа придает да это лапша одна а у меня морепродукт да ты едешь ох в общем мы подкрепились вышло у нас 320 бат примерно вот в этом диапазоне у нас сюда выходит идеально 320 380 бат пошли посмотреть что у нас тут есть в округе сегодня у нас свободный день поэтому почему бы этому не посвятить вечер косички анастасия хочет косички но и что-то вкусное мороженое можно вот купить закуску пива там есть рыбка ковешки колбаски вот есть десерты уличная кухня в Таиланде шли-шли-шли и нашли the city of love Паттайя красивые домики какая-то мимоза понятно что все они декоративные но анастасия закричала на всю улицу смотрите какие домики потому что ты говорила что в этой части вообще ничего нету и не хотел меня сюда везти мимоза сити of love мне кажется что здесь что-то связанное с любовью мужики что ли? очень странно здесь очень красивые домики но тут гуляет только ветер и никого нет под гуляем мы на такое местечко наткнулись мы здесь все заброшены? не знаю никого нет анастасия прочитала что это парк аттракционов парк аттракционов торгово-развлекательный центр в виде в общем французской деревушечки написано что здесь проводят шоу трансвеститов но мы смотрим что здесь все заброшено я здесь не вижу ни парк аттракционов ни трансвеститов но вижу что здесь прикольно пойдем пройдемся пойдем это выглядит примерно как в игре одни из нас когда нашли какой-то парк аттракционов но он полностью заброшенный все вывезено оборудование вон там центральная должна была быть площадь дорогие друзья может быть кто-нибудь бывал в этом месте? ой собачки там ну что больше? увели нас собачки из центральной заброшенной площади они очень быстро нам намекнули что пора отсюда валить полязгав своими зубами около наших пяток ну хотели тебя куснуть ну они не куснуть но они так всем видом показали что нам пора уйти и когда мы кстати вышли за мостик она просто остановилась и пошла назад да тут походу китайский ресторан hello вот тут привезли как раз таки группу кушать да ну красиво да жалко что ничего не работает задумка хорошая может быть это когда-то здесь были люди да как раз таки по моему до того как на нас пошли собаки я говорил фразу напишите может быть кто-нибудь здесь бывал и может быть у кого-то даже есть впечатление об этом месте ну а сейчас оно вне сезон в июле выглядит вот так просто заброшенные все места для магазинов просто шелестит ветер и двери стучат с дверьми стучат ставни двери в двери стучит ветер ставнями стучит что еще раз попробуем туда прорваться нет не пойдем да что ну там они тоже ничего нет покушали дошли до своего отеля море сегодня что-то неспокойное да да все время мы первый раз такое видим такие волны сильные думаю пойти искупаться ага у отеля есть свой собственный бич-бар как видите вне сезон можно выбрать куда присесть можно сесть и сюда можно сесть сюда можно сесть туда можно сесть туда можно сесть на лежаки везде играет музыка поэтому постараюсь погромче говорить так что вне сезон только вы и море и спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал сейчас появятся qr-коды наших социальных сетей если вы хотите поддержать канал семья Хомченко вот qr-код нашего Сбербанка будем рады вам сезон